Указ Президиума Верховного Совета СССР Орденом Александра Невского награждаются командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием, обеспечившие успешные действия своих частей. Награждение Орденом Александра Невского производится указом Президиума Верховного Совета СССР. Орденом Александра Невского награждаются командиры полков, батальонов, рот и взводов за проявление в соответствии с боевым заданием инициативы по выбору удачного момента для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и нанесения ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск. За выполнение боевого задания настойчивую и четкую организацию взаимодействия родов войск и уничтожение полностью или большей части действующих превосходящих сил противника. Москва. Кремль. 29 июля 1942 года. Четыркин Виктор Геронтьевич. 4 января 1945 года награжден Орденом Александра Невского за умелое командование артиллерийским дивизионом и проявленное при этом творчество и мужество. Родился 24 июля 1922 года в городе Карачев, Брянской области. В 1940 году поступил в Споленское артиллерийское училище. В июле 1941 года был направлен на должность командира взвода курсантов во 2-е Томское артиллерийское училище. Воевал на Западном фронте, участвовал в битве под Москвой. Сражался в боях на Сталинградском, Северо-Западном, Степном, Воронежском, 2-м и 3-м украинских фронтах. В послевоенное время слушатель военной академии имени Фрунзе. С 1970 по 1972 год выполнял обязанности военного советника в Сирийской Арабской Республике. В течение 15 лет занимался педагогической деятельностью в военной академии связи имени Буденова. Имеет правительственные награды, 5 орденов и 20 медалей. После окончания Смоленского артиллерийского училища, первый бой под Оршей и затем в Сталинград. После этого в декабре 1942 года 5-й воздушно-десантный корпус был переименован 7-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, с которой я прошел командиром артиллерийского дивизиона 10-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка от Старой Луссы до Вены. Участник боев на Северо-Западном Курской операции при освобождении Украины и форсировании Днепра Яско-Кишиневской Будапешткой завершил свою, понимаете, боевую деятельность в Великую Отечественную войну в Будапеште. Что бы мне хотелось пожелать молодому поколению? В 20 лет, когда мне исполнилось в декабре 1942 года, я стал командовать артиллерийским дивизионом. Это 12 орудий, это около свыше 200 человек. Трудно себе сейчас представить, чтобы по этим небольшого роста офицер стал командовать таким огромным артиллерийским подразделением, которым солдат нужно и накормить, и позаботиться его о здоровье. Я уже не говорю об управлении огнем артиллерийского дивизиона. Поэтому молодое поколение, которое сегодня растет, я надеюсь, что в трудных условиях оно покажет еще русский дух, русский характер. И уверен, если на нашу родину, кто осмелится напасть, получит так же, понимаете, по мордам, как Отечественную войну первую, Наполеон, так же, понимаете, Отечественную войну вторую, Гитлер и другие любители покорить великую Россию. Гимнастерка моя, гимнастерочка, Подпоясана строгим ремнем, Ты моя дорогая сестреночка, Мы прошли все невзгоды вдвоем. Гимнастерка моя, гимнастерочка, Ты в боях была рядом со мной, Защитила меня ты, сестреночка, И прошла смерть тогда стороной. Гимнастерка моя, Дорогая моя гимнастерочка, Достаю нынче редко тебя, Постарела со мною сестреночка, Фронтовая подруга моя. Но, как прежде, с тобой, гимнастерочка, Всем, что есть у меня, поделюсь. Вспомним все и разделим, сестреночка, Нашу общую радость и грусть. Боевая моя гимнастерочка, Самый лучший наряд фронтовой, Ордена и медали сестреночка, В день победы наденем с тобой. Пусть другая теперь гимнастерочка, Подпоясана строгим ремнем, Хороша в гимнастерке, девчоночка, Значит, снова ей все нипочем. Мы будем вспоминать об огнях пожарища, О друзьях товарища, Где-нибудь, когда-нибудь Мы будем говорить. Вспомню я пехоту И родную городу, И тебя за то, что Ты дал мне закурить. Давай закурим товарищ по одной, Давай закурим товарищ мой, Симонов Петр Павленич. 16 апреля 1945 года награжден Орденом Александра Невского за обеспечение форсирования реки Мертвая Висла и проявленное при этом доблесть и мужество. Родился 21 сентября 1920 года в Вологодской области. В 1941 году призван в армию и зачислен курсантом Борисовского военно-инженерного училища. Воевал на Северо-Западном и Втором Белорусском фронтах. Командовал взводом, саперной ротой, инженерным батальоном. В марте 1945 года Симонов успешно справился с боевой задачей. После ранения командира он принял на себя командование ротой. На подручных средствах и лодках переправил через реку больше половины стрелкового полка с легкой артиллерией. В послевоенные годы окончил военно-инженерную академию имени Куйбышева. Занимался преподавательской работой. Служил в инженерном управлении Ленинградского военного округа. Имеет правительственные награды, 6 орденов и 15 медалей. В октябре 1941 года призвали в армию и был направлен на Северо-Западный фронт. В 1943 году пришлось выполнять ответственную задачу боевую по сопровождению танкового полка при прорыве обороны немцев в районе Старой Руссы. За выполнение боевой задачи представили меня к награждению Ордена Красной Звезды. Это было тяжелое, кровопролитное сражение, которое пришлось выполнять этому полку. Ну, самое боевое и памятное для меня сражение, когда я в 1945 году, командую ротой, пришлось форсировать в районе Гданска мотострелковый полк с легкой техникой, артиллерией и другими видами оружия. За успешное выполнение этой задачи я был представлен к награждению Орден Александра Невского. Главное пожелание молодежи, молодому поколению, использовать тот боевой опыт старшего поколения, которому пришлось защищать Родину, учесть все, так сказать, успешные и неуспешные наши действия и четко бороться за те задачи, которые стоят перед армией в любое время. Клуб Кавалеров Ордена Александра Невского со дня его создания в марте 1990 года принимает активное участие в общественной жизни города. Главная задача клуба – способствовать повышению духовности современного общества и формированию патриотического сознания, прежде всего у молодежи. Клуб шефствует над девятью средними школами, двумя гимназиями, кадетским ракетно-артиллерийским корпусом, кадетским корпусом пограничных войск, суворовским училищем. Самое плодотворное и многолетнее сотрудничество связывает клуб с коллективами средних школ номер 138 и 400. Эти школы носят имя Александра Невского. Уроки мужества особенно трогательны для учеников и гостей, ветеранов, кавалеров Ордена Александра Невского. Герои Ордена Носа, о подвигах которых рассказывают стенды и экспонаты школьного музея, еще живы и приходят к нам в школу. Поэтому я хотел бы пожелать вам, чтобы вы любили нашу великую Родину, любили нашу армию. 27 января 2010 года на уроке мужества выступает Яркович Александр Васильевич, 1921 года рождения. Майор в запасе, неугомонный, открыт для общения ветеран. Отличный организатор всех массовых мероприятий клуба кавалеров Ордена Александра Невского. Самый надежный друг школы номер 400 и школьного музея сыны Отечества. Мужиков Анатолий Николаевич, 1920 года рождения, гвардии майор своей интеллигентностью и мужественностью вызывает восхищение у молодого поколения юных петербуржцев. Активно участвует в школьных мероприятиях с 1987 года. Мне пришлось участвовать в боях под Ленинградом, то есть когда была уже блокада и войска отражали атаки фашистских взятников на Ленинград. Пальмский Георгий Леонардович, 1919 года рождения, полковник. Высокий интеллект и острый ум позволяют ему быть интересным собеседником для молодых и позитивно смотреть на мир. С 1987 года постоянно участвует в патриотическом воспитании учащихся школы. «Нормание, Катюша, сразу было, да?» «Сразу. Ну не сразу, это народ назвал. Ну почти. «Назылась реактивная артиллерия, боевая установка БМ-13, БМ-13, боевая машина, а 13 – это калибр соляда, 132 мм». Ежегодно 12 сентября члены клуба вместе с подшефными школами участвуют в торжествах, посвященных памяти святого благоверного князя Александра Невского. С петровских времен этот праздник отмечали как День города. Традиция была возрождена в 90-е годы XX века. После божественной литургии в Александра Невской лавре, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, был совершен крестный ход с мощами святого князя к площади его имени. Здесь был отслужен праздничный молебен и состоялся парад с участием военнослужащих и кавалеров Ордена Александра Невского. Крепак Михаил Иванович. Родился 4 марта 1923 года в городе Опошня Полтавской области. В июне 1941 года добровольно вступил в Красную армию. С июля 1941 года по 9 мая 1945 года участвовал в боях на Юго-Западном, Брянском, Центральном и Первом Белорусском фронтах. Начал войну красноармейцам орудийным номером. Закончил войну командиром батареи. 30 июня 1944 года батарея под командованием Михаила Ивановича Крепака, преодолев упорное сопротивление противника, форсировала реку Свислочь. В течение двух суток батарея отразила 4 контратаки противника, удержала полосдарм до прихода главных сил, понеся минимальные потери. За этот бой Михаил Иванович был награжден Орденом Александра Невского. После войны учился в военной артиллерийской академии. Служил начальником штаба артиллерийского полка. Имеет правительственные награды, 6 орденов и 18 медалей. На войну попал в начале июля 1941 года. Ранен в сентябре 1941 года. Находился в госпитале. Участвовал в боях за оборону Москвы. На Курской дуге был контужен и награжден Первым Орденом Красной Звезды. Был я заместителем командира батареи артиллерийской. Снова контужен. Но остался в строю. Затем продолжал службу в этой же 3-й отдельной гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригаде. На Первом Белорусском фронте за форсирование и удержание плацдарма на реке Свислочь награжден орденом Александра Невского. И затем мой боевой путь закончился освобождением Польши и взятием Берлина. За что был награжден Орденом Отечественной Войны Первой степени и Орденом Отечественной Войны Второй степени. Я желаю молодым людям оставаться верными Родине, честно служить ей, отдавать все силы, если понадобится жизнь. Так мы служили, так воевали. Есть одно у России имя среди славных великих имен. Тех, что родине стали родными, чей бессмертный звучит перезвон. Александр Невский был и остался главным именем нашей земли. Он святым, благоверным звался. Его воины, богатыри. За свободу сражалась и жора, ненавистных разбила врагов. Разбежалась трусливая свора, им не сделать из нас срабов. Петербург благодарен святому, покровителю нашей земли. Его смелые воины снова на защиту России пришли. Защитил князь отчизну родную, православную веру сберег. Русь любил он свою дорогую, и врагов победить нам помог. Наша родина чтит полководца. С нами имя его сейчас. Он, как яркое, доброе солнце, с божьей правды смотрит на нас. Фессун Григорий Иванович. В мае 1945 года награжден Орденом Александра Невского за умелое руководство подразделениями самоходно-артиллерийского полка и проявленной при этом храбрость и мужество. Родился 5 мая 1920 года на Украине, в селе Юрченково Печенежского района Харьковской области. В 1940 году окончил артиллерийское училище в городе Харькове. В Великой Отечественной войне принимал участие с 27 июля 1941 года по 9 мая 1945 года. Воевал на Западном, Калининском, Первом и Втором Украинском, Первом и Втором Белорусском фронтах. Принимал участие в боях по обороне Москвы, в наступательных операциях по освобождению Белоруссии, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. В 1953 году закончил Академию имени Фрунзе. В послевоенные годы проходил службы в составе наших войск в Румынии, в Одесском и Сибирском военных округах. Имеет правительственные награды, 6 орденов и 20 медалей. В Великой Отечественной войне я узнал с выступлений Молотова по радио. Наша дивизия, в которой я служил, в это время находилась станция Косторная, центральная, между Воронежем и Орлом. Эта дивизия танковая, она прибыла с Дальнего Востока и уже после объявления, что война началась, дивизия на следующий воскресенье начала грузиться в эшелоны до отправки на фронт. Не прошло и месяца, как дивизия осталась без техники. Поэтому дивизию отправили на переформирование, а меня направили в Московский военный округ. Там формировались дивизии народного полчения. И в эту дивизию назначили меня командиром жабатореи. Когда началось наступление в Москве, дивизия была введена в бой и наступала до Жева. Вот в этот период времени я и еще такой же товарищ, как и артиллеристы, предложили командирую дивизии, для того, чтобы меньше было потерь, орудия все поставить на прямую наводку. Каждому орудию дать цель. Вот мы подготовили в течение недели, рыли копыль для того, чтобы снять пушку, а потом вытащить их. И началась операция с того, что мы всем орудием нашли цели. А так как прямая наводка была впервые применена, то мы ждали, какой результат. Оказывается, что 21 орудие уничтожили 21 цель и технику, и немцы вынуждены были спешно покинуть этот плацдарм. Я был ранен в это время. В госпитале я узнал о том, что меня наградили за медаль за отвагу. Когда я приехал в Москву в распоряжение отдела кадров, мне сказали, вы знаете что, вам завтра надо пойти в Кремль. И сам Калинин нам вручил эти награды. А потом начали формироваться полки самоходной артиллерии. И вот в один из полков был назначен я уже заместитель командира полка. И с этим полком мы прошли весь путь. И на завершающем этапе очень интересное было событие. Когда начали движение, город Таборт есть такой в Чехословакии. Заметили, что по параллельной дороге марширует марш, идет дивизия противника. Мы получили приказ обогнать ее и не пустить дальше, что хотите там делать. И мы когда обогнали, перерезали все пути, мы удивились, когда дивизия дрогнула. И вся дивизия была пленена. За это командиру передового отряда и мне, как заместителю, нас наградили орденом Александра Невского. Желаю всем, прежде всего, молодым доброго здоровья, счастья, трудолюбия, хорошего отношения, иметь хороших друзей и товарищей и быть активным участником производства материальных влаг и хороших семей, детей, внуков и правовников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 года старший лейтенант Иван Рубан был одним из первых награжден орденом Александра Невского за свой подвиг на Дону. За годы Великой Отечественной войны кавалерами ордена Александра Невского стали 42 165 офицеров Советской Армии. Орден Александра Невского к своим знаменам прикрепили 1470 воинских частей и соединений. Своим взяли мы орел, город весь прошли И последние улицы название прочли А название такое, право слово боевое Брянская улица По городу идут Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога Минская улица На запад нас ведут Своим взяли город, Брянск, город весь прошли И последние улицы название прочли А название такое, право слово боевое Минская улица По городу идут Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога Минская улица На запад нас ведут Своим взяли город, Минск, город весь прошли И последние улицы название прочли А название такое право, слово боевое «Брестская улица» По городу идет, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога Брестская улица на запад нас ведет С боем взяли город Брест, горность прошли, и последние улицы названия прошли А название такое право, слово боевое, Люблицкая улица по городу идёт. Значь нам туда дорога, значь нам туда дорога, Люблицкая улица на запад нас ведёт. С боем взяли горд, Любли, гордость прошли, И последней улице название просли. А название такое право, слово боевое, Люблицкая улица по городу идёт. Значь нам туда дорога, значь нам туда дорога, Люблицкая улица на запад нас ведёт.